Всем привет! С вами Video-Shopper.ru. Сегодня мы тестируем самый необычный плеер в линейке Apple. Правда необычным он выглядит лишь на фоне современных устройств с флеш-памятью и сенсорным дисплеем. Интересно другое, несмотря на вопиющую несовременность, он продолжает успешно продаваться. В чем же секрет Apple iPod Classic? В комплекте сам плеер, кабель для синхронизации зарядки, плюс наушники. Apple iPad Classic прямой наследник самого первого iPod 2002 года. Того самого, что сделал из компании законодателя мод в мире цифрового звука. Уже несколько лет устройство почти не обновляется. Дисплей стал цветным, корпус металлическим. Собственно все. Растет лишь объем памяти. Правда и он последние несколько лет застыл на отметке 160 гигабайт. На фоне стремительно меняющихся Nano и Shuffle Classic островок спокойствия. Слагаемых успехов всего 4. Большой жесткий диск, четкий дисплей, качественный звук и фирменная система управления. Плеер выполнен из металла с минимум пластиковых деталей. В какой-то момент Apple изменил молочному пластику и вряд ли к нему вернется. Цветовых версий всего две, серебристый или черный. Лицевая панель сделана со специальным покрытием, немного шершавым на ощупь. Задняя отполирована до состояния зеркала. Бич яблочных плееров. Всего через несколько дней здесь появятся первые царапинки, которые со временем будут только больше. Так что если собираетесь покупать чехол, лучше сделать это сразу же, вместе с плеером. Диагональ дисплея 2,5 дюйма, разрешение 320 на 240 пикселей. Приятная картинка с насыщенными и сочными цветами, весьма яркая. Что касается элементов управления, то в первую очередь это традиционный кликвил. Для тех, кто пропустил лет 5 в плеера строении, напомним принцип его работы. Ободок колеса чувствительный. Вводя по нему пальцем, можно пролистывать списки и элементы меню. Центральная кнопка подтверждает выбор. На самом колесе расположены еще 4 кнопки, вызывающие меню и управляющие воспроизведением. На нижнем торце расположен фирменный разъем для зарядки и синхронизации. На верхнем переключатель блокировки и разъем наушников. Коротко пробежимся по меню плеера. Название первого пункта говорит само за себя. Отсюда запускается проигрывание музыки, отдельных треков или плейлистов. Работает сортировка по тегам, исполнителю, альбому, жанру, автору и так далее. Здесь же функция поиска и знаменитый эпловский каверфлоу. Но есть и отдельно. Вы можете выбрать нужный альбом по обложке. Следующий пункт тоже не отличается оригинальностью. В соответствии с идеологией iTunes ролики разделены по категориям. Правда, в условиях не работающего в России фирменного магазина контента это не слишком полезно. Большинство файлов придется конвертировать самостоятельно. Обычные DVD рипы плееры Apple читать не умеют и учиться не собираются. При желании картинку можно вывести на телевизор, но для этого придется покупать специальный кабель. В фотографиях находятся все картинки, которые вы загрузили на плеер через iTunes. Здесь же можно настроить слайд-шоу с музыкальным сопровождением и симпатичными эффектами перехода. В следующем разделе представлены дополнительные функции. Внешний вид, часы, игры, записная книжка, органайзер, заметки, секундомер, будильник и возможность запаролить устройство. Завершает список раздел настроек, которые не были представлены в соответствующих пунктах меню. Здесь можно поправить главное меню, настроить воспроизведение, время работы подсветки, дату, время, язык меню и многое другое. За работу плеера отвечает встроенный литий-ионный аккумулятор. Данные о его емкости, как всегда, не разглашаются. А зачем, если плеер и так работает долго? Порядка 40 часов музыки вам обеспечены. Заряжать его полагается от компьютера. При желании можно докупить соответствующий сетевой адаптер. Традиционно для устройств компании, все, что вы захотите засунуть в плеер, придется синхронизировать через iTunes. Этот момент многие годы служит камнем преткновения между любителями и ненавистниками яблочной продукции. Забавно, но в случае со столь объемным хранилищем музыки, это даже плюс. Для катализации музыкальных коллекций, iTunes по сей день остается одним из лучших решений. Кстати, за счет жесткого диска скорость копирования выше, чем у флеш-плееров. Весомый плюс тех, кто решил залить на плеер всю свою музыку. Минус механики по сути один. Плеер лучше не ронять. Обсуждать качество звука в устройствах Apple дурной тон. Он классный. Мне еще не попадались люди, которые были бы им недовольны. Разумеется, подобное устройство для тех, кто ценит хороший звук. Так что фирменные наушники лучше заменить на что-то подороже. Мощности сигнала для этого вполне достаточно. Среди сенсорных собратьев iPod Classic смотрится чужаком. Колесико управления, жесткий диск внутри, не самый тонкий и уж точно нелегкий. Другое дело, что потенциальной аудитории куда важнее объем хранения, время работы и качество звука. А это здесь, как всегда, на высоте. Если вы еще не определились с выбором, посмотрите другие видео-обзоры плееров от Apple. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...